МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Люк, вам огромное спасибо за то, что все же нашли нас, доехали. Кстати, вы не устали? Нет, я уже успел восстановиться после долгой дороги, потому как здесь я уже неделю. Прежде чем мы начнем беседу, предлагаю сейчас вместе вспомнить нашу первую встречу. Да, конечно. Не так давно журналисты Восьмого канала делали информационный сюжет, где рассказывали о качестве автомобильных дорог во Владивостоке. И Люк тогда в сюжете выступал в качестве эксперта, который за несколько мотоэкспедиций, включая путешествия по России, на себе оценил дороги и в стране, и в нашем городе. Нет, ну, в Москве дороги, конечно же, лучше, чем во Владивостоке, это правда. Но если брать всю Россию, то в некоторых городах дороги как таковой нет вовсе, особенно в небольших городах. За Читой, например, и за городом Могоча дороги практически нет. Если не говорить о федеральной трассе, то там, в городах, дороги самые плохие в России. Но вас тоже можно понять, зима и прочие погодные условия очень портят асфальт. А вообще по хорошей дороге ехать скучно, можно уснуть. Вы тогда в сюжете сказали, что дороги во Владивостоке довольно неплохие. А когда вы едете по дорогам хорошим, то сказали, что можете уснуть. Это правда? Прямо во время управления мотоциклом? Да, со мной такое случалось на дороге. Я действительно однажды уснул, проезжая на мотоцикле. Помню это как сейчас, очень жарко, а это было в Мадагаскаре. Я задремал, а потом врезался в грузовик. Оттуда я ехал уже на скорой. Знаю, что основная ваша деятельность – это создание комиксов. Однако об этом предлагаю поговорить чуть позже. А сейчас еще немного о ваших путешествиях. Вы же были не только в России, но и путешествовали по Африке. Расскажите об этом подробнее. Да, действительно, когда мне было 19 лет, я уже решил посвятить свою жизнь рисованию комиксов и путешествиям на мотоцикле. Я начал заниматься и одним, и другим достаточно рано, и до сих пор этим живу. Я объездил много стран Европы и Африки, и примерно 5 лет назад я приехал в Москву, куда меня пригласили для иллюстрирования небольшой книги. Это был совместный российско-европейский проект «Респект комиксы из разных стран», посвященный актуальной в России и Европе теме толерантности. Организаторы тогда позвали довольно много художников и из России, и из Европы, были даже из Турции. Тогда я совершенно не знал Россию. У меня было лишь устаревшее представление о вашей стране, которое когда-то сложилось в Европе. В общем, я в первый раз был в Екатеринбурге, а уже во второй раз приезжал в Москву. И, конечно, тогда я совершенно не знал Россию. У меня еще были старые представления о вашей стране, которые, как я и говорил, сложились в Европе. И, общаясь с художниками и из Москвы, и из Екатеринбурга, я пришел к выводу, что французы гораздо ближе по духу, чем, к примеру, те же англосаксонцы. Просто мы об этом не знаем. Очень похожа манера мышления. Да, да, я в этом тоже уверена. И вот эта вот устаревшая картина советского режима до сих пор очень отражается на представлении о вашей стране. И я хочу возвращаться сюда снова и снова на своем мотоцикле в одиночку. Я уже проехал за три года и Россию, и бывшие страны Советского Союза, и Казахстан, и Узбекистан, и даже проезжал Монголию, чтобы доехать до Владивостока. А дальше я планирую поехать на север, в Магадан, в сторону Анадыря, к примеру. Нет, ну, там-то похолоднее, чем здесь. Да, ну, у меня есть лыжи для мотоцикла, есть специальное оборудование для снега, так что я могу попробовать. В конце концов, всегда можно вернуться, попросить, чтобы меня забрали домой. Ну что ж, удачи. Спасибо. Все-таки там гораздо холоднее, и дороги не лучше. Самые плохие дороги, на мой взгляд, в Африке. В Центральной Африке их вообще нет как таковых. Все давно разбито, перерыто, те, кто ездил в Магадан, говорят то же самое. А после поездки в Магадан, я буду уметь управлять мотоциклом на льду. У меня уже был подобный опыт на Байкале. Я для этого проехал сотни километров туда, чтобы только попробовать. И у меня все получилось. Сегодня я этим могу даже похвастаться. Ну, а в Магадане там то же самое, только холоднее. Но если мне не понравится, я просто вернусь домой. Я позвоню и скажу, ну, все, приезжайте меня искать. Я в сугробе, мне холодно, и я не могу вернуться домой сам. Я в сугробе, да, очень мило звучит. Ладно, а какой ваш родной город? Вообще я родился в Бельгии, но о себе, как о бельгийце, я не говорю. Бельгия маленькая страна, которая граничит с Францией. Совсем маленькая страна. А уже рисовать комиксы я начал во Франции. В Бельгии комиксы рисуют только для детей. А все-таки родина таких сатирических журналов, как Шарли Абдо, это Франция, а не Бельгия. И я начал рисовать комиксы во Франции, а потом во Францию переехал и даже сменил гражданство. Потому как к тому моменту я уже 20 лет жил во Франции. Почему бы этого не сделать? Я думаю, могу в равной степени назвать себя и бельгийцем, и французом. И считаю, что так можно говорить, ведь я родился в Бельгии. А потом и русским. Да, я мог бы стать русским, как Жерар Депардье. Вполне возможно. Может быть, к тому же я знаю, что он до сих пор не говорит по-русски. Ну что ж, может, все еще впереди. Да. Почему бы нет? Горжусь быть ручким. А у вас есть семья, жена, дети? В этом отношении все сложно. Во всяком случае, не хотелось бы об этом говорить сейчас, на передаче. Это проблема нашей пары. Ну хорошо, сложно из-за того, что вы много путешествуете? Да нет, путешествия здесь ни при чем. Сейчас такое время, жизнь просто такая. Не все так просто во взаимоотношениях пары. Хорошо, скажите, когда вы путешествовали по Африке? Да. Вы туда отправились по работе, чтобы рисовать там комиксы или нет? Нет, когда я был маленьким, когда я жил в маленькой стране, неподалеку от границы с другим государством, мне всегда было интересно, а что по ту сторону? Ведь раньше эти границы между странами были совсем другими. Они были реальным препятствием для взаимодействия между людьми. Причем довольно долго. Я думаю, именно это меня исподвигло. Я все время рисовал, начиная с раннего детства, а когда мне было лет 14, практически все мои друзья обзавелись маленькими мопедами. Но мои родители и мама, и папа мне сразу сказали, никаких мотоциклов. Это слишком опасно. Давай лучше купим велосипед. А еще им не понравилось, что я собирался стать художником. Хотели, чтобы я стал врачом. Я даже поступил в медицинский университет, ну и ездил на велосипеде. И однажды я попал в серьезную аварию. Как раз таки на велосипеде. Я бросил учебу, а на деньги со страховки купил свой первый мотоцикл. И моя жизнь резко изменилась. Это та жизнь, о которой я всегда мечтал. С тех пор я стал путешествовать на мотоцикле. Франция, Испания. Одновременно с этим я стал искать издателя для своей книги. И лет через 5-6 стал публиковаться. Я посвятил всю жизнь карьере художника. А еще через 15 лет я решился на путешествие, о котором всегда мечтал. Я купил тот самый мотоцикл, на котором езжу сейчас. И отправился на нем в Индию, в Непал. Я понял, что путешествия, несмотря на то, что порой они бывают опасными, это как наркотик. Один раз попробовал и больше не остановился. Дальше, через 2 года я отправился в Африку. Я ездил туда каждые 2 года на протяжении 12 лет. И потом я подумал, ну все, похоже, пора завязывать с путешествиями. И тут меня приглашают в Москву по поводу комиксов. И я с удовольствием приезжаю в Россию, хотя раньше даже не думал об этом. И вот вы путешествовали все время в одиночку с одним только другом, вашим мотоциклом. Расскажите немного о нем. И вообще я предлагаю говорить о нем как о человеке. Сколько ему лет, к примеру? Мне иногда очень тяжело с ним приходится. Я знаю, что многие путешественники, которые передвигаются на мотоциклах, дают им имена. Чаще всего женские. А я нет, я так не могу. Девушки — это девушки, а мотоциклы — это мотоциклы. Когда все смешивают, получается весьма несуразно. Нет, ну бывает, конечно, в долгих путешествиях я шучу, что это моя лошадь. Или мой маленький верблюд, к примеру, если мы в пустыне. Но имени я ему не давал, хоть мы очень давно уже вместе. Ему уже более 25 лет. И все самые дальние и длительные поездки совершены были как раз на нем. А по Франции я езжу на другом. Этот уже, конечно, можно назвать старым. Я думаю, что никогда его не выброшу, потому что я ведь прекрасно знаю каждую детальку. Я за ним ухаживаю, все время покупаю для него что-то новое. Всегда знаю, что ему нужно поменять, купить, отремонтировать. Я даже когда еду и слышу, что что-то шумит, всегда на слух могу понять, что конкретно. И когда я пересаживаюсь на новый мотоцикл, и, казалось бы, он едет куда лучше, но, во всяком случае, по дорогам Франции, для меня это все равно не то. Для него нет испытаний, которые бы он не прошел. В деревнях Африки я гонял на нем по рекам. Он несколько раз падал в воду, и мне все помогали. Эти забавные картинки, когда я все сижу, как обезьяна ем банан, они равнодушно и смазывают мой мотоцикл маслом, а после ничего. Продолжал ездить, так что он много раз ломался. Особенно в Монголии, это еще хуже, чем в Магадан. Как раз был сезон дождей, куча ям, много разрухи. Это еще осталось после войны, которая была давным-давно в Монголии. Мотоцикл часто ломался, и не раз я там останавливался на незапланированный обед. Помню, в одной деревне меня приютил один человек. Весь день я у него ел. Он угощал меня всякими явствами и, конечно, мясом. У них там, конечно, специфическая кухня. Они убивают животное, бросают его в большой костер, рубят на большие куски, а дальше разбирают его по кускам. Иногда мне попадались куски шерстью, но и даже они были вкусными. Вот такими. Я читала в некоторых интервью, что вы часто оставляете ваш мотоцикл там, где останавливались. К примеру, у жителей какой-то русской деревни. Возвращаетесь домой во Францию, а потом снова его забираете и продолжаете путешествие. Так ли это? Я так делал 7 лет подряд в Африке. Понял, что это вполне удобно, когда есть необходимость вернуться домой и не тащить с собой мотоцикл. А в населенный пункт, где закончил путешествие, вернуться, например, в следующем году. Правда, с Магаданом так, наверное, не получится. Там гораздо сложнее. А так, на протяжении трех лет я оставлял его в Парнауле и в Иркутске. Да и здесь я его тоже оставлю. Почему бы и нет? Да, я ведь еще вернусь сюда. Дорога очень-очень долгая. И каждую сотню километров абсолютно однообразная дорога. Немного даже с ума сводит. А когда путешествуешь по Франции и вообще по Европе, каждые 500 километров что-то новое. Это уже другая страна. А здесь едешь, и все одинаковое. Я до Востока доезжал уже двумя дорогами, и все равно они похожи. А после Иркутска дорога только одна сюда, и каждый раз города похожи один на другой. Потому что все они построены примерно в одно и то же время. Все дома и конструкции строились по ходу строительства железной дороги. А станции тем более. И повсюду советская архитектура, в особенности в маленьких городах. Куда не приедешь. И еще здесь очень чувствуется влияние азиатских стран, в которых совершенно другая культура. Но при этом здесь они похожи на европейцев. И у меня такое ощущение, что Европа остановилась во Владивостоке. Это очень своеобразное место в России. Сейчас нам нужно взять небольшую паузу. Да, можно будет даже воды попить. Обязательно. Хуапа. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, сразу после которой Люк Лефевер расскажет не только о своем путешествии, но и о своей интересной работе, о создании комиксов. Это программа «Время говорить». Сегодня у нас в гостях Люк Лефевер, французский путешественник и создатель комиксов. Мы продолжаем. Люк, скажите, в путешествиях вы ведете видеосъемку с экшн-камерой, которую устанавливаете на своем мотоцикле? А еще делитесь информацией и впечатлениями в своем блоге. Расскажите мне, пожалуйста, об этом. Для чего это? У меня очень много знакомых, и иногда я работаю для газет и журналов, например, для журнала про мотоциклистов в Париже. У них есть сайт. Там они размещают заметки и блоги людей, которые путешествуют. Когда еще не был так развит интернет, я писал о своих путешествиях семье, друзьям, потому что им было интересно, и они за меня переживали. И мои приятели из журнала для мотоциклистов предложили мне, ты будешь писать посерьезнее для более большой аудитории, а мы будем это публиковать на сайте. И вот сейчас я пишу туда по одной статье в день, где рассказываю о своем путешествии, делюсь впечатлениями. Мне всегда удается прикрепить к рассказу соответствующий рисунок, карикатуру, поэтому обычно я отправляю им фотографии. А потом они попросили меня присылать им не просто картинки, а картинки, которые движутся, то есть фильмы. И вот у меня сейчас две маленькие камеры, которыми я снимаю, как еду. Но для меня это не так интересно, ведь я художник, я знаю, как рисовать. А люди, которые путешествуют и снимают, они делают это профессиональнее. Да и вообще, смотришь кадры, которые отсняли путешественники, видишь только дорогу. А мне хочется видеть больше места, где они побывали, поэтому рисунок очень интересен в этом плане. Я даже хочу издать книгу, где будут только такие рисунки, не комиксы, а больше литературное произведение. Я уже обсуждал это с редактором, он проявил определенный интерес. И я на него очень рассчитываю, вдруг мне придется просить его помочь мне в поездке на север. Потому что такие путешествия очень тяжелые, требуют больших финансовых вложений. Даже если сравнивать мои путешествия в Африку и сюда, то я все делаю сам, весь день управляя мотоциклом. А вечером я рисую примерно с час, с два, а особенно если мне нравится место, я могу провести несколько дней рисуя. Я люблю перелистывать бумагу, все-таки интернет это уже что-то другое, он все вокруг изменил. Для путешественников он многие вещи облегчил. Мне кажется, что сегодня, когда глобальная сеть уже повсюду, путешественников на дальние расстояния стало больше. По вечерам можно спокойно выходить в скайп, теперь можно легко общаться, будучи даже далеко от дома. А раньше, даже когда я только начинал путешествовать, помню сообщения только на почту. Вспоминаю эти редкие короткие разговоры по телефону, когда буквально по три слова успеваешь сказать. Да, все хорошо, никаких проблем, все побежал. А сейчас люди все время находятся в состоянии общения. И это позволяет помогать друг другу, как, например, я, журналу для мотоциклистов. Но я смотрю, как все меняется буквально каждый день. Так, например, в 19 веке люди, когда отправлялись в путешествия, то их близкие вообще не знали, жив ты или нет. Буквально, что вести о смерти приходили только через два года. А сейчас приоритеты поменялись. Сейчас все трагедии в сети. Ах, что с моим блогом? Или подключения нет? Это прямо драма. Нет, ну а если правда, подключения нет. А какой ваш источник дохода? Это моя работа. Это комиксы или, может, ваши видеоблоги? Нет, блоги мне не приносят никакого дохода. Только помогают с мотоциклом. Например, где и как купить какую-то запчасть, или как отправить что-то по почте. Так да. А в общем, я не получаю никаких денег за публикации в журнале. Все это исключительно для удовольствия. С годами сообщество владельцев мотоциклов растет. Даже если взять Францию, активно обмениваются различными контактами. Но на путешествия никто, конечно, денег не дает. Сегодня очень многие люди отправляются в путешествия. Как вы уже говорили сами, это гораздо проще сегодня. И у этих людей не так много денег. А еще несколько лет назад, в 80-е или в 90-е, опять же, во Франции, было довольно просто найти для этого спонсоров. А сейчас это практически невозможно. Кризис и все такое. И кризис, и действительно слишком много желающих. Да. И в России, и во Франции. Да, я думаю, что везде. Пахту. А какой основной сюжет ваших комиксов? Общество или что? Да. Очень часто я делаю истории с животными. И, в общем-то, я выражаю свои основные мысли через поведение животных. Это гораздо проще. Да и это старый известный прием. Это как греки, к примеру, писали басни про животных. Ла Фонтен и его последователи. Так что для меня это... Я, как правило, описываю истории, где главные герои — крысы. Потому что они живут среди мусора и отходов. Они повсюду. Везде, где есть люди, есть и крысы. Никто их не любит. Я тоже. У них очень многое устроено, как у людей. Они такие же, как люди агрессивные. Так же, как люди воюют между собой. И еще до того, как я начал делать истории с крысами, я еще делал с обезьянами. Они тоже могут очень многое рассказать о человеке. Вот помню карикатуру, как сидят две обезьяны, старая и молодая. И пытаются понять, почему они не люди. И пытаются устроить свою жизнь, как у людей. Создают политику, религию, экономику. И еще у меня были сюжеты со свиньями. А свиньи — это люди со всей планеты, которые занимаются политикой и которые переродились свиньями. И сейчас живут все вместе. Это мне помогает, так сказать, организовать встречу, к примеру, Наполеона, Шарль де Голля и Гитлера. Для этого я читаю много литературы о значимых персонах 20 века. Потому что я ведь им встречу организовываю, правда, в обличии свиней. Как-то так. Но среди моих работ это все равно по большей части рассказы про крыс. А мне кажется, описывая человека, лучше животное не придумаешь. И эти образы мне действительно помогают свободно рассуждать о политике, об общественных явлениях, да даже о любви, в конце концов. Крысы, они как мы, тоже влюбляются. И иногда их любовь так же педантична, что и человеческая. В общем, мы можем говорить о любом явлении с помощью образов крыс. И если хорошо знать их повадки, гораздо проще говорить о таких вещах, как насилие, к примеру. И тот, кто будет читать комиксы, скажет, о, да, это же все крысы. Хорошо, что у нас таких проблем нет. Это же не у людей так. Да, да, это легче. А что вас еще вдохновляет рисовать? Что меня вдохновляет? Да. Всегда по-разному. Я много читаю книги, и темы все время появляются тут и там. Начинаешь все прочитанное анализировать. К примеру, рассуждаешь о смерти, о жизни, о болезнях, да, обо всем. А сейчас я работаю над текстами, которые написал не я, а кто-то другой. Это очень удобно в путешествии, не нужно искать никаких тем. Все идеи в компьютере. Там я начинаю рисовать, разрабатывать героев и все такое. И последняя книга, которую я обрисовал, это одна из двух книг, где совершенно нет животных. Я попытался попробовать что-то новое, потому что у меня очень много книг, где-то 50, где герои и животные. И вот две последние, там другие действующие лица. А вы имеете в виду книги с текстом, да? Нет, нет, это комиксы. Комиксы. Да, это только комиксы, полоса рисунков, как говорят во Франции. Одна из них посвящена государственному устройству в Африке, медицине. Я же очень часто нуждался в медицинской помощи в Африке, а там тебе везде отказывают, и поэтому я решил выпустить эту книгу. И я очень горд за нее. Однако ее практически не покупают. Люди привыкли воспринимать реальность через образы животных. Это веселее. А другая книга, вот такая толстенная, она посвящена теме знакомства в интернете. Женщины и мужчины по всему миру переписываются, знакомятся, назначают встречи. На мой взгляд, сегодня это очень актуальная тема. Да и я и сам на таком сайте зарегистрировался, чтобы понять, как действуют люди, чтобы составить определенный план, стратегию своей будущей карикатуры. И был очень даже доволен получившимся результатом. Но я даже не знаю, как ее покупают, потому что я уехал сразу, как только она была опубликована. И на следующей неделе, когда я приеду во Францию, я хочу организовать презентацию, чтобы рассказать людям, о чем она. Для меня это очень сложные и серьезные темы, и я не могу говорить о них, рисуя крыс. У вас есть псевдоним Птилюк? Да. А что он означает? Он означает Люк, так звучит мое имя. И Петти, потому что это по-французски маленький. Потому что маленький? Чу-чу Люк. Но маленький это значит небольшой. Когда я учился в университете, мне оставалось еще два года, в Бельгии очень много жителей, которые частенько пьют пиво и отращивают большие животы. И так как я был довольно тощим, меня всегда называли «маленький Люк». И мне это не нравилось никогда. Ну что такое «маленький Люк», ну как же так? А потом взял и подписал один из своих рисунков таким образом. «Маленький Люк». Птилюк. И это вошло в привычку, и не только под рисунками я стал так подписываться. В общем-то, везде. Так и повелось. А издатели, в особенности первый, который напечатал первую мою книгу в 1982 году... Да-да, я читал. Да-да, это было очень давно. Так вот, он меня попросил взять себе другой псевдоним, более серьезный, потому что это звучал как псевдоним ребенка. И он был прав, но было слишком поздно, чтобы его менять. Я и сейчас понимаю, что он был прав. Сложно казаться всем серьезным и рассуждать в книгах на серьезные темы с таким-то псевдонимом. Но что поделаешь, раз уже поздно? Ну что же, у нас до конца эфира осталось буквально три минуты, и поэтому сейчас хочу задать один вопрос. Я читала ваши блоги и поняла, что главный персонаж в них — это вы. Да, блог посвящен моему путешествию. Да-да-да, нарисованный персонаж, я имею в виду. И еще один вопрос от моей коллеги. Она как раз будет монтировать наш сегодняшний эфир после записи. Она знает очень много про комиксы, о разных жанрах и о прочем. И ей интересно, а вы рисуете комиксы в жанре америме или франиме, или нет? В каком жанре? Ну, есть новомодные комиксы, которые нарисованы в стиле америме. Это как японское аниме, только... Не совсем понимаю, что это за стиль. Японский стиль? Манга? Да, изначально стиль японский, а потом его стали использовать и американцы, и французы. В манере манги? Да-да, в стиле манги. Так вот, во Франции этот стиль сейчас действительно популярен или нет? Но это совершенно иная вид в комиксах. К примеру, есть стиль франко-бельгийский, в нем рисую я. Не все любили американские комиксы, и когда появилась манга, то этот стиль нашел очень много поклонников, в особенности среди девушек, которые в принципе не воспринимали никакие другие комиксы. И эта культура стала стремительными темпами развиваться. Это специфическая мода, фестивали. У нас сейчас тоже такое популярное. Да, например, косплей с интересными костюмами. И действительно, сейчас это очень популярно. А я нет, и я рисую в совершенно другом стиле. К примеру, можно спокойно слушать и рок-н-ролл, и классическую музыку. То же самое читать и мангу, и те же франко-бельгийские комиксы. Почему бы нет? Абсолютно одно другому не мешает. Все равно и то, и другое — это истории, рассказанные в картинках. Разница только в стилях, все истории по-своему хороши. И опять же, во всех стилях есть и очень-очень хорошие, и очень плохие работы. И в манге, и везде. Но если истории достойны, то стиль их выполнения не имеет значения. Согласна. Ну что ж, наш эфир подходит к концу. Ну вот, а я рассчитывал еще поговорить. Большое вам спасибо, что приехали сюда, во Владивосток, в нашу студию. И удачи вам. Можно даже не прощаться, я собираюсь вернуться сюда. Почему бы нет? Спасибо вам большое. Я напоминаю, что это была передача «Время говорить». В гостях у нас был сегодня Люк Лефевр, французский путешественник и автор комиксов. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова